Принять три тысячи человек до 1 августа записанных на личный прием к ВРИО-губернаторам. Такую задачу перед главами муниципалитетов поставил Вячеслав Гладков. С начала года он выслушал обращения около тысячи жителей региона. Все проблемы касаются непосредственно территории проживания. А потому отвечать на обращения в первую очередь должны руководители на местах, считает Гладков. Глава администрации Старого Оскола Александр Сергеенко за полгода провел 21 прием, на который пришли 332 человека. Очередной прием главы начался со слез и истории шестилетней давности. 8 мая 2015 года трое жителей второго дома по улице Заводской погибли из-за отравления пропаном. Еще пятеро попали в больницу, в том числе восьмилетний ребенок. Среди умерших была внучка Людмилы Ильиничной. Она была на квартире на Заводской у жениха. Она у нас училась в Воронеже, в ВГУ на последнем курсе. Жених утром пришел с работы, никто не открывает, залез через окно. Пока он их тормошил, пока он открыл дверь, погибли родители, погибла моя дочь. Ему тоже стало плохо, но он успел позвонить на работу. Он сказал, что здесь говорит ужас и потерял сознание. Но успели, успели отвезли его в больницу. Причиной трагедии стали засорившиеся шахты из-за несвоевременной очистки дымовых и вентиляционных каналов, которую должна была проводить управляющая компания ЖУ-9. Суд признал директора виновным в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшим по неосторожности смерть двух и более человек. Мы написали с дочерью иск на ЖУ-9 как по защите прав потребителя. Прошел суд. Судья присудил копейки. Конечно, вы понимаете, человеческая жизнь сколько стоит. 600 тысяч, внучка наша, понимаете. Для матери 700 тысяч. ЖУ-9 начали потихонечку выплачивать. Ну, по 5 тысяч, по 3 тысячи начали выплачивать. Потом вдруг прекратилось все. От приставов потерпевшие узнали, что организация находится в стадии ликвидации. 25% у вас, учредителей ЖУ-9, это является администрация. Подавайте на банкротство с субсидиарной ответственностью на администрацию. Ну, как бы, ну не такие мы люди, чтобы, вот знаете, бросаться, вот как бы, вангло. Поэтому мы вот сейчас здесь у вас. Есть закон, если суд посчитает, что мы должны ввести в случае ликвидации ЖУ и прекращения его деятельности субсидиарную ответственность, ну вот, и в этом случае нас обяжет, суд обяжет выплатить там 500 или 600 тысяч рублей, значит, мы будем исполнять решение суда. Единственное, мы можем сказать, что мы его обжаловать не будем. Обжаловать решение суда мы не будем. Большая часть обратившихся пришли на прием с просьбой улучшить жилищные условия для себя или детей. Сын проживает на Калинина 1-4. Это общежитие, которое не без горячей воды, без туалетов, пятый этаж. Шизофрении у него там он не проживает, так как он может выйти из окна. Но, тем не менее, никто не реагирует. Я не против отдать это жилье на Калинина и дать первый этаж хотя бы 14 квадратов, но с туалетом и с ванной. Я понимаю, что нет без жителей денег, но так относиться к инвалидам… Посмотреть из наших комнат, которые есть, чтобы был дул, чтобы там оно не аварийное было и всё остальное. Если что-то, хоть что-то изменится, я буду очень рада. Спасибо вам большое. Содействие в ведении фермерского хозяйства, расширение сельского музея, благоустройство в районах ИЖС. За минувшую неделю глава администрации провёл три личных приёма. Один из них в Тереховском доме культуры. Местных жителей волнует установка остановочных павильонов и фонарей, ремонт дорог и безопасность проживания. За три приёма глава округа выслушал 53 обращения. С частью вопросов удалось разобраться на месте. По остальным – даны поручения. Следующий приём запланирован 14 июля в Обуховке.